Сергей Лавров и Майк Помпея захотели как лучше Сергей Лавров и Майк Помпея захотели как лучше Гассекретарь США оставил в России надежду на улучшение отношений 7. Коммерсант от 14 мая 2019 года, 22.45 В Сочи сегодня встретились глава российского МИДа Сергей Лавров и Гассекретарь США Майк Помпея Впервые посетивший Россию в качестве главы американской дипломатии После переговоров стало ясно, сближение позиций Москвы и Вашингтона По большинству международных проблем, от Сирии и Ирана до Венесуэлы и Украины, ждать не стоит Однако специальный корреспондент «Твердый знак» Владимир Соловьев убедился Что господину Помпея, не раз повторившему, что он приехал с задачей улучшить отношения двух стран Удалось убедить российских коллег в том, что это возможно Визит Майка Помпея в Россию, еще не начавшись, стал множить вопросы На первый план еще до его прилета в Сочи вышла тема возможной полноценной встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в июне на саммите в Асаке Господин Трамп столь уверенно заявил, что хочет встречаться, что эти переговоры казались делом решенным Но в Кремле и МИД РФ заявили, официального запроса встречи не было А значит, и стопроцентной договоренности о ней нет Это выглядело странно, что может быть официальнее заявление американского президента В ответ российские дипломаты, с которыми говорил «Твердый знак», один за другим разными словами формулировали одну мысль В прошлом уже были договоренности о встрече президентов, в последний раз на саммите 20-ки в Буэнос-Айресе Но она так и не произошла Та встреча сорвалась из-за инцидента в Керченском проливе Американская сторона тогда обозначила в качестве предусловий для встречи лидеров освобождения задержанных украинских моряков и возвращения Украине кораблей Ничего из этого, как вы знаете, до сих пор не случилось, пояснил «Твердый знак» высокопоставленный российский дипломат Дав понять, что в Москве так до конца и не поняли, актуально выставленные Вашингтоном условия или уже нет Другой собеседник «Твердый знак» добавил, что российская сторона пока не получила от американских партнеров предложение о точной дате встречи Пусть они ее назовут Программа визита госсекретаря США предусматривала не только встречу с Сергеем Лавровым, но и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным Пока господа Лавров и Помпея беседовали на берегу Черного моря, российский лидер за тысячу километров от Сочи, в Ахтубинске, знакомился с новейшим российским вооружением, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» Выглядело это, с учетом того, что одной из тем российско-американских переговоров заявлялось разоружение, не таким уж и безобидным совпадением Из-за этой поездки Владимира Путина поплыл и график Майка Помпео Он должен был закончить общение с Сергеем Лавровым в 18 часов и после этого вместе с ними с санатория Русь отправиться на встречу с президентом Путиным в Бочаров ручей, чтобы в 19 часов снова вернуться в Русь и дать здесь совместную пресс-конференцию с Сергеем Лавровым Когда стало ясно, что к назначенному часу Владимир Путин в Сочи не появится, дипломаты решили выйти к прессе в 18.30, а и встреча с президентом сдвинулась по времени на 22.30 Часы ожидания Сергея Лавров и Майка Помпео коротали, порознь готовясь к президентской части программы А вы бы после почти четырех часов переговоров хотели продолжения? Прокомментировал это расставание твердый знак собеседник в российской делегации Впрочем, оба дипломата вполне выговорились до пресс-конференции и во время нее И глава российского МИДа, и госсекретарь США заявили, что двустороннее отношение надо восстанавливать Президент Трамп делает все для того, чтобы исправить отношения между нашими странами Сказал перед началом встречи Майк Помпео, а после нее снова на это повторил Как Сергей Лавров и Майк Помпео продолжили диалог президентов России и США Сергей Лавров сообщил, что президенты после полуторачасового телефонного разговора в начале мая поручили им с господином Помпео интенсифицировать диалог Мы понимаем, что с обеих сторон накопилось немало подозрений и предубеждений Но ни вы, ни мы ничего от этого не выигрываем Напротив, взаимное ожесточение увеличивает риски для нашей вашей безопасности и вызывает тревогу у всего мирового сообщества Пора начать выстраивать новую, более ответственную и конструктивную матрицу взаимного восприятия друг друга Мы к этому готовы, заявил господин Лавров Оговорившись, что подозрения и предубеждения достались нынешней американской администрации в наследство от предыдущей Министр Лавров отметил, что сторонам пора бы уже создать неправительственный экспертный совет Участники которого помогли бы определить, как преодолеть накопившееся недоверие В том числе и для предотвращения гонки вооружений Сергей Лавров ответил, что полезно было бы создать и двусторонний деловой совет из представителей крупного бизнеса Чтобы обсудить шаги, способные придать позитивный импульс Впервые эта идея созыва экспертного совета прозвучала после встречи в Хельсинки президентов РФ и США Назывались даже имена сопредседателей групп экспертов Академик Александр Денкин и управляющий директор Хельсинджер Ассоциатс Том Грэм Не этот совет, не деловой пока так и не появились Их запуск, говорят собеседники, твердый знак в российской делегации Пробуксовывает с американской стороны Что касается делового совета, то, рассказал твердый знак один из участников переговоров Сергея Лаврова и Майка Помпио На встрече говорилось о том, что тут помехой стал арест основателя инвестфонда Бэринг Восток Майкла Колви, об этом сказал Помпио Лавров отметил, что не следует делать разрешение ситуации с Колви условием, чтобы не политизировать эту тему Собеседник твердый знак не исключил, что инцидент с американским бизнесменом в скором будущем может быть исчерпан Желание перезагрузить двустороннее отношение, обозначенное господами Лавровым и Помпио, было едва ли не единственной точкой совпадения позиций Москвы и Вашингтона По таким проблемам, как иранская ядерная программа, ситуация в Венесуэле, на Украине, в Сирии, все остались при своих Политика США на иранском направлении, отметил госсекретарь, преследует прежнюю цель Мы хотим, чтобы Иран стал нормальной страной, и потому оказываем давление Мы не хотим войны, хотим, чтобы власти Ирана перестали поддерживать Хизбаллу и террористов по всему миру Если американские интересы будут в опасности, мы ответим им, иранцам, твердый знак, заявил господин Помпио Сергей Лавров, комментируя иранскую тему, выразил надежду, что разум восторжествует А слухи о планируемом направлении в регион 120 тысяч военных армий США не имеют под собой оснований Регион перенапряжен конфликтными ситуациями Мы будем способствовать тому, чтобы ситуация не свалилась в военный сценарий По Венесуэле на пресс-конференции, по сути, вышел спор Господин Помпио сообщил, что тут сохраняются разногласия Заявив, что президенту страны Николасу Мадуро пришло время уйти, а народу Венесуэлы обрести демократию Он выразил надежду, что Россия перестанет поддерживать господина Мадуро Зачем Дональд Трамп звонил Владимиру Путину? Но Сергей Лавров был непреклонен Демократию силы не устанавливают Российский министр напомнил, как в 2003 году президент США Джордж Буш-младший на борту авианосца объявил об установлении демократии в Ираке А в 2011 году было объявлено о том, что в Ливии установилась демократия К чему это привело, сказал министр, напоминать не стоит Об Украине Майк Помпео начал говорить с констатацией того, что США не признают аннексию Крыма Но сразу добавил, мы хотим, чтобы Россия протянула руку новому украинскому правительству Сергей Лавров по этому поводу заявил о необходимости выполнения минских соглашений В чем помимо необходимости улучшать двусторонние отношения дипломаты еще согласились друг с другом Так это по вопросу продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений Существующие соглашения действуют до 2012 года Но с учетом того, как долго шла над ним работа, разговор о его пролонгации уже идет Российские переговорщики, перед встречей говорившие твердый знак, что никаких прорывов от нее ждать не стоит После нее комментировали переговоры как обнадеживающие В то же время, по их словам, каких-то конкретных предложений госекретарь не привез А дальнейший диалог будет зависеть от того, как пройдет разговор с президентом Путиным И с чем после нее Майк Помпео вернется к Дональду Трампу Об этом, скорее всего, можно будет судить по тому, проведут ли два лидера полноценную встречу в Асаке